Всем привет! Это видео из Хобарта, из Тасмании, где мы провели более недели. Были и красивые дороги. Дороги Тасмании считаются одними из самых красивых в мире. Была у нас остановка в Cradle Mountains. Мы там останавливались на пару ночей, ходили по знаменитому треку вокруг озера, которое называется Давлей. Продолжение следует... Когда вы будете в Тасмании, то обязательно посетите Cradle Mountain. Это же Мчужина Австралии и огромный заповедник. Но ближайший поселок Шеффилд находится в часе езды, поэтому лучше остановиться в самом заповеднике. Тут есть всего три компании, которые предлагают небольшие охотничьи домики. Цена от 250 до 700 долларов за ночь, в зависимости от уровня комфорта и от сезона. Это дороже, чем в обычном мотеле, но оно того стоит. И дело даже не в уровне комфорта, а что вы живете прямо в заповеднике. Да, и фотоохота поощряется. А теперь давайте я покажу вам наш спартанский домик, один из полусотни в этой мини-деревне. Заходим и попадаем в огромный холл. Шутка. Но вы обратили внимание на белый обогреватель на стене? Такие есть в каждой комнате. А в кроватях есть еще и электрические простыни. А есть еще и камин. Почему? Потому что даже в середине лета тут часто идет снег. В то время, когда в соседнем Ланчестоне было плюс 25, снаружи нашего дома было всего плюс 3. И если не отапливаться, то и внутри может быть столько же. Главное условие для постояльцев оставить все после себя таким же чистым, как и было до вас. Посуду помыть, мусор выкинуть в контейнер на улице, а рабишь в один контейнер, а рециклинг в другом. И ни в коем случае не мусорить, потому что это заповедник. Вокруг полно валоби, вампатов и уникальных птиц. В общем, воздействие человека на экосистему должно быть минимальным. В домике есть кухня со всеми плошками, поварешками, вилками и ложками, холодильник и микроволновка. От вас только продукты и готовка. Рядом есть мини-маркет. Хлеб, молоко и яйца и мелкие подарки. Снеки, вино и пиво, чтобы вечер провести красиво. Интернет тут не ахти, зато есть телек и даже DVD. Вечерком с пивком у камина вот такая у нас картина. Хотите так же? Приезжайте. Ну а мы, а мы едем дальше. Давайте пройдемся до информационного центра. Это огромное здание, построили недавно. Там можно купить пас на автобус, который довезет вас до озера. А ведь 12 лет назад мы доезжали туда прямо на своей машине. Но теперь нельзя. Только автобусы и они электрические. Двухгневный пас на всю семью стоил нам 60 австралийских долларов. В эту цену входит пошлина на посещение заповедника. Заметили полицейского? А ведь он реально проверял, все ли были в масках. На тот момент Тасмане только-только открыло свои границы. А теперь давайте прогуляемся по уникальному лесу. Комментарий тут излишне. Просто наслаждаемся. Комментарий тут излишне. Комментарий тут излишне. Затем мы ехали в Ланчестен. Ланчестен один из самых старых городов в Австралии. К сожалению, из-за того, что здесь не очень хорошо в последнее время с работой, этот город не то что стал хуже. Он просто не развивается, как остальные австралийские города. Но в этом городе есть такой замечательный свой шарм. Старые каменные постройки, старые каменные церкви. И даже атмосфера сама в городе, она очень сильно отличается от того, что есть на материковой Австралии. Взяли мы специальный тур на знаменитую пивоварню Джеймса Болк. Пробовали пиво, которое продается только здесь, в Тасмане, которое не поставляется в материковую Австралию. Вкус, ребят, ну кто разбирается в пиве, это просто отлично. Потом из Ланчестена мы приехали сюда в Фобор. Да, в Ланчестене мы тоже прокатились по очень красивой дороге. Называется Тамар-Валли. Прокатились прямо до океана, до самого конца. И именно оттуда я делал новости, обычные воскресные новости Австралии. Делал обзор за год. Пляж называется Гринс-Бич. Там даже немного искупался. Несмотря на то, что вода все-таки здесь относительно прохладная, не такая, как, например, в Голкосте. А сейчас я приглашаю вас на прогулку в уникальное ущелье. Оно находится всего в 15 минутах от центра города. Да, это ущелье, но не переживайте, вы будете в безопасности. Первый визит в этот район совершен поселецем Уильямом Коллинсом в 1804 году. Он был особенно впечатлен южным порогом реки Эск и написал «Приближившись ко входу, я заметил большое падение воды со скалы. Почти в четверть мили между перпендикулярными скалами высотой около 150 футов». Благодаря частной организации под названием Ассоциация благоустройства города и пригородов Ланчестена, созданной в декабре 1899 года, началось строительство трека, на который ушло 8 лет. А в 1940 году был построен подвесной мост, который соединил два берега реки. Далее, следуя вверх по реке, была построена гидроэлектростанция. И Ланчестен стал первым городом в южном полушарии, который освещался электричеством, вырабатываемым гидроэлектростанцией. И 10 декабря 1895 года электричество было официально включено. Сейчас это излюбленное место отдыха горожан. Там есть бассейн, канатная дорога, которая, между прочим, является самой длинной, не имеющей секционной поддержки. Тут есть и рестораны, и кафетерии. А помимо уникальных животных, в парке живут множество павлинов, которые можно покормить, как обычных голубей. И самое главное, их никто не дергает за хвост ради перьев в качестве сувениров. Это же Австралия. М-м-м, мы в Швейцарии? Нет, это деревушка Гриндельвальд, которая находится в 15 минутах езды к северу от Ланчестена, вдаль линии реки Томат. Субтитры создавал DimaTorzok Эта деревня была основана в 1980-х годах, как уникальный жилой комплекс. Тут имеется магазин сувениров, одежда, снаряжение для гольфа, есть свое кафе и даже пекарня. Субтитры создавал DimaTorzok Вы можете сыграть в гольф, взять на прокат байдарку или покататься на коной по озеру, а затем попрыгать на самые длинные в мире прыгающие подушки для детей. Все дома в Гриндельвальде построены в швейцарском стиле, с широкими карнизами, цветочными ящиками, ставнями, балконами, с водяной мельницей. А вокруг поселка созданы озера, а чуть дальше есть замечательный вид на долину реки Тамар. Надо отдать должное организаторам и персоналам. Ну тут реально, как в Швейцарии. Даже немножко лучше и, по крайней мере, не так дорого. Затем мы приехали сюда, в Хобарт. В Хобарте мы лазили вот на гору, которая сейчас, к сожалению, в облаках, ее не видно. Называется Маунт Веллингтон. Оттуда открывается такая красивая панорама, друзья. Просто, ну просто обалденно. Ездили мы на Бруни-Айланд. Пробовали устрицы, пробовали сыры, пробовали местный мед. А Бруни-Айланд это вообще уникальное место. Если вы будете здесь в Хобарте, то обязательно съездите. Это буквально полчаса на машине. Потом еще вы плывете на пароме. Ну совсем немного, буквально 10 минут. И вы находитесь на этом уникальном острове. Там непуганные животные, кенгуру, ехидны. То есть все то, что можно встретить в Австралии, там вот, пожалуйста, это фактически все рядом. Напрасно говоря, что Тасмане, да что здесь делать, здесь скучно. У Тасмании свой такой неповторимый шарм. Чем-то Хобарт мне даже напоминает старую парамату, когда мы только приехали. Когда не было вот этого бурного развития, бизнеса, не было много людей, не было толкучки, не было пробок. Вот движение даже здесь в Тасмании, все какое-то размеренное, спокойное, никто никуда не торопится. Вот есть 40 километров в час, вот так и едут 40 километров в час. Не потому что это ограничение, а потому что, а потому что зачем, куда торопиться-то, а? Это же Тасмания. И здесь свой какой-то неповторимый, неповторимая какая-то атмосфера. Люди здесь очень дружелюбные, очень открытые. Заходили мы в кафе, заходили мы в рестораны. Будь это какая-то дорогая еда, или какой-то вьетнамский, или тайский ресторанчик. Обслуживание, сервис просто на высшем уровне. И жить здесь очень уютно. А еще большой плюс тем, кто не любит жару. Те, кто говорят, что в Австралии жарко, пожалуйста, приезжайте в Тасманию. Средняя температура летом здесь от 16 до 25. Зимой от 4 до плюс 14. Но здесь очень холодные ветра. И все-таки влажность. Потому что океан совсем рядом. Вот эта знаменитая бухта. Побывали мы также на знаменитом рынке Саламанка Маркет. Это один из самых старейших рынков в Австралии. Ну а мы едем дальше по Тасмании. И остановились на лавандовой ферме. Это крупнейшая ферма в Тасмании. Лаванда столетиями использовалась в медицине и парфюмерии. Римляне использовали лаванду для ароматизации воды в своих банях и прачечных. А солдаты для заживления ран и лечения инфекций. Лаванда считалась одной из самых важных трав на протяжении всей истории. И до сегодняшнего дня мало что изменилось. Лавандовое масло и цветы используются для улучшения вкусов кулинарии. Укрепления здоровья и красоты. А также для отпугивания насекомых. Существует 39 видов лаванды. Но на этой ферме выращивают только один вид. Подходящий как для парфюмерии, так и для кулинарии. 100 миллилитров лавандового масла стоит 110 австралийских долларов. Но самые няшные это плюшевые игрушки лавандового цвета. Которые пропитаны запахом лаванды. Ммм, прелесть. А далее мы остановились на фруктовой ферме. Таковых десятки по Тасмане. Вы можете заплатить 10-15 долларов за вход. Вам дадут небольшую корзинку для сбора фруктов. Но самое главное, на ферме вы можете есть сколько хотите. Это может быть и клубника, и вишня, и черешня, и яблоки, груши, малина, ежевика. И даже смородина. И иногда даже красная. Нет, не зеленая и черная, а настоящая. Настоящая красная. Причем все посетители бережно относятся к растениям. Даже дети и те аккуратно собирают только самые спелые ягоды. А дальше нас ждал пляж Гринс-Бич. Место, где река Тамар впадает в Басов пролив, разделяющий Тасманию и Австралию. На самом деле, это мелководный пролив, отделяющий Тасманию и материковую Австралию на расстоянии 250 километров, со средней глубиной порядка 50 метров. Между прочим, во время ледникового периода тут была суша. А еще был остров. Остров Бруни с уникальным перешейком, где яркость и насыщенных красок буквально завораживала. Таких мест в мире больше не найти. Эта естественная природная красота бережно охраняется как правительством, так и туристами. Березовая вода, яркая зелень, чистейший воздух, непуганные животные и птицы. И все это среди небольших и уютных городков, где никто не спешит, не торопится. Где люди просто живут и наслаждаются жизнью среди ухоженных парков, где дети играют на современных и безопасных площадках. А местные пабы и рестораны больше похожи на семейные посиделки с уютной и очень дружелюбной атмосферой. И я шел вдоль этих улиц и чувствовал себя абсолютно счастливым человеком. И я не перестаю благодарить судьбу за то, что я могу наслаждаться этим. Может потому, что мне есть чем сравнивать? Это великое счастье просто жить и радоваться. Это нельзя купить. Нельзя одолжить. Нельзя взять в кредит или отнять. Это можно просто, просто принять. Принять то, что дает Австралия. Наслаждаться красивыми дорогами, ярким австралийским солнцем, бескрайними чистейшими пляжами и восхитительными горными пейзажами. В Тасмании самый чистый воздух, чистейшая вода, уникальная природа и самый старый в мире лес, где еще не ступала нога человека. А самое главное, тут живут удивительные, дружелюбные и открытые люди. В Тасмане своя неповторимая атмосфера. И сюда хочется возвращаться снова и снова. И я искренне надеюсь, что вы согласитесь со мной, когда окажетесь на этом уникальном острове. Спасибо за просмотр. Удачи! 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 Продолжение следует...